Божественная мать Кали Одной из великих богинь Индии является божественная мать Кали. Согласно легенде, Парвати, разгневавшись на Шиеву за то, что тот убил Ганешу, она решила уничтожить все три мира. Явившись в образе богини Кали, она убивала и разрушала все на своем пути. Тогда боги явились к Господу Шиеве, и тот, вняв их мольбам, решил им помочь. Притворившись трупом, он лег на ее пути. Когда божественная мать Кали, уничтожая богов и демонов, вступила на грудь своего супруга, ее гнев тут же утих. Она является покровительницей очень многих религиозных учений, ритуалы большинства из которых содержат элементы тантры. В Древней Индии существовали секты, занимавшиеся ритуальными убийствами, как подношением богини. Однако, уверяю вас, это не более чем фанатизм. Многие последователи учения Христа, неверно трактуя откровения Иоанна Богослова, также совершали подобные ошибки. Или, например, одна японская религиозная организация, которую, к слову сказать, совершенно справедливо запретили, предвещала конец света, чего, конечно, не произошло. Богиня Акалия была тем аспектом Господа, который всегда манил меня своей загадочностью и неопределенностью. Среди небольшого количества эзотерической литературы в нашем монастыре были лишь обрывочные и поверхностные сведения об этой богине. Зная, что подобная литература может негативно отразиться на воззрении тех, кто следует Раджа-йоге, любое упоминание о тантре или учении, отличном от пути отречения, просто тихо изымали. Ее изображения мне всегда очень нравились, хотя атрибуты в ее руках были на первый взгляд непонятны. Также я не мог понять, почему ее называют Великой Матерью, Богиней Смерти и Хранительницей Мертвых и Кладбищ. Также Повелительницей Ночи. С моим воспитанием, которому я обязан, родившись при уже не коммунистическом, но еще и не демократическом строе, были совершенно непонятны те эпитеты, которыми народ Индии одаривал своих богов. Ответ пришел изнутри, во время медитации. Ощущения, испытываемые при покидании грубой оболочки и переходе, параллельное измерение, были всегда разные. Бывали случаи, когда мое тело просто растворялось в сознании, как ощущение или переживание, оставляя меня в тонком теле. Так видел я изнутри. Внешне я просто ровно сидел во время выполнения медитации, хотя меня в нем не было. Я находился в пространстве, немного похожем на просторную пещеру, где-то глубоко, на уровне интуиции. Я понимал, что нахожусь в одном из самых древних храмов, посвященных богине Кали. Противоположной стороне от меня была небольшая площадка, похожая на ступеньку. В ее центре стояла она. Увядшая кожа и болезненная худоба пожилой женщины действовали отталкивающе. Длинные волосы торчали во все стороны, как у сумасшедших. Но, находясь здесь, я видел и знал, что передо мной богиня. Длинный язык, свисавший изо рта, был в свежей крови. Но кровь эта несла символическое значение. И это не означало, что было совершено ритуальное убийство животного, птицы или человека ради ее почитания. В этом действии имеется прямое указание на один из видов тантрической практики. Махаакали – это не злой дух, это душа, дошедшая до высшего типа реализации с помощью смашин садханы много миллионов лет назад. Она сама когда-то обладала физическим телом, и земные страдания ей отнюдь не были чужды. Задумайтесь, стала бы она принимать подношение человеческой крови? Нет, конечно же. Другой пример – великий святой Индии Рама Кришна. Он удостоился милости Великой Матери. Но почему, представь перед ним, она ничего не сказала о крови? Потому что подношения крови ей не нужны. И во всех известных случаях в истории Индии подобными угощениями питались злые духи, которые через нечистые умы броминов руководили подношениями сами себе. А брамины за подобную бессознательность отправлялись прямиком воды, несмотря на все прочитанные ими мантры, посвященные все той же Богине Матери. Начните работать над собой, и вы сами все увидите. Это не так трудно, как кажется, и не так невозможно, как говорят о том учителя. Конечно же, работа предстоит очень большая. Не ждите наград и быстрых результатов, но и отчаиваться повода нет. Ведь при правильном подходе видение открывается уже через три месяца. Поверьте, и вы увидите то же самое, если, конечно, не устрашитесь разбудить третий глаз. А насчет того, что, открыв Аджна-чакру, вы не сможете ее закрыть, чтобы отдохнуть, то это тоже глубочайшее заблуждение. Вы будете видеть только тогда, когда сочтете нужным. Глаза Богини были несколько на выкате. Щеки впали, в широко разинутом рту виднелся ряд крепких белых зубов. Высохшая грудь свисала ниже пупа, юбка из отрубленных мужских рук с трудом скрывала прилипший к позвоночнику живот и были единственной ее одеждой. коленные суставы на фоне худых ног выглядели несколько шокирующе. Богиня явилась в своей двурукой форме, не держа в них никакого оружия. Очень тонкий газовый шлейф окутывал ее, внешне походя на накидку. Зная области влияния на людей этой формы Божественной Матери, мне было несколько жутко. Хотелось жить, но немного погодя страх исчез. Он возник от неправильно сложившегося мнения, которое мешало верно оценивать ситуацию. Но когда все было исправлено, я перестала бояться. смотря в самого себя, я удивился тому, что более не страшился. Следуя какому-то глубинному импульсу, я направился к ней уверенным, но неторопливым и осторожным шагом. В следующее мгновение я обратил внимание на то, что веду за руку мальчика двенадцати тринадцати лет, но кем он мне доводился, я не знал. Каали называют богиней смерти, но я не чувствовал ни страха, ни волнений, ни сомнений. Меня переполняла радость от встречи с той, которую я знал очень давно. Проведя миллионы калиб вместе с ней, она давно перестала быть для меня богиней в моем восприятии. Будучи для меня матерью, соратником и покровительницей, она несла в себе аспект дружественности. Ни в коей мере не показывая себя гуру или богом, а меня своим преданным, она более того поступила наоборот. Наделив меня своим зрением, богиня показала, что мы равны. не спеша приближаясь, я рассматривал ее, скользя глазами по проявленной форме той божественной сущности, которая полностью контролирует процессы смерти любого живого существа. вот я с удивлением взираю на ее взъерошенные волосы, потом наши взгляды встречаются, и я уже пытаюсь понять, какой же смысл в том, что на ее бедрах спол сотни отрубленных рук. Внезапно в сознании всплывает впечатление от ее глаз. Где-то я их видел. Отметил я для себя, и снова посмотрев в ее глаза, вспомнил, что этот взгляд всегда проявлялся в глазах моей матери, когда она подходила ко мне новорожденному. В обычном состоянии свое детство я не помню семи лет, а в данный момент вспомнились впечатления младенчества. Именно богиня Кали, постоянно входя в мою мать, присматривала за мной все мое детство. Далее возникло воспоминание, что возле меня всегда была женщина, проявлявшая заботу и материнское покровительство. И это тоже было ее присутствием. Те воспоминания, проносившиеся в моем сознании, показывала она великая мать, таким образом, давая мне знать о проявленных ею чувствах. Сердце замерло от той доброты, любви и заботы, что изливались на меня из ее глаз. И тут озарение, подобно грому в ясном небе, пронеслось в моей голове. Я понял, почему ее называют Великая Мать Кали. В тот момент, когда любая женщина становится матерью, она проявляет себя как богиня, причем она настолько интегрируется с ней, что в ней исчезает эго, и она становится частью богини, хотя и ненадолго. Кали есть богиня, дающая через муки рождения жизнь всем живущим на земле, и она же мать, великая мать всех, кто когда-либо рождался. Обижая матерей, мы обижаем Маха Кали. Помните об этом. Ее гнев вы не почувствуете на себе, ибо мы все для нее дети, а детей она прощает. Но вот путь духовной эволюции будет потерян вами полностью, и это гораздо ужаснее, чем смерть или страдания в адах. Без ее милостивого руководства вы не сможете извлечь урок из жизненных перипетий, а значит, никогда не позволено будет выйти вам из-под закона кармы. Воплощаясь, вы будете проходить через одни и те же обстоятельства, так никогда и не поняв цели рождения на земле. Остановившись в нескольких метрах, я произнес, указывая на того, кого привел с собой. Мать, присмотри за этим мальчиком. Слегка кивнув головой, она накинула часть тонкой газовой накидки на мальчугана и тот, воспарив воздух, переместился к ее ногам. «Ты уже не первую жизнь за него просишь», услышал я ее голос, который невозможно было бы охарактеризовать как принадлежащей старухе, молодой девушке или зрелой женщине. настолько он был нежен и пивуч. Сейчас, пытаясь как-то охарактеризовать его звучание, я понимаю, что он неопределим и постоянно ускользает от попыток каким-то образом оценить его. Это говорит о том, что ее реализация на уровне речи энергии подлинна. Увидев, как мальчишка умиротворенно сидит у ног богини, я перестал беспокоиться о его судьбе. Также я обратил внимание на то, с какой легкостью я неожиданно для себя обратился к ней, назвав матерью как будто она действительно была мне очень близка. Даже свою земную мать я так никогда не называл. Я с самого рождения храню тебя. Вновь услышал я ее голос. Я и сейчас с тобой, потому что родилась на земле. В это мгновение я увидел перед собой незнакомый город и очень привлекательную девушку, живущую в нем. Дальше мне было сказано ее имя и название самого города. хотелось бы объяснить, что когда приходится использовать слова услышал или сказала, это значит, что по-другому общение в тонких мирах объяснить невозможно. процесса общения привычного нам землянам там нет, оно происходит на уровне мыслей. Если вы хотите что-то кому-то сказать, то просто позволяйте в сознании собеседника возникнуть ваши мысли. Объяснение вроде бы простое, но вот на практике доступно немногим. обратите внимание, что во сне голосовые связки не используются и в очень редких случаях происходит использование органов речи, но лишь по привычке сложившейся в дневное время, но при этом и голос, и слух сохраняются. Странно, не правда ли? Вы спросите, если в наших сновидениях не используется речь, то как же происходит общение? Сны не имеют никакого отношения к деятельности коры головного мозга. Ученые ошибаются, делая свои выводы. Наше сновидение это дверь в астральные миры или окошко, через которое информация сжатым или искаженном виде доходит до нас. В астральной йоге прежде всего происходит работа со снами и воображением. Сновидения и сны это начальная ступень астрального мира. Я вернулся в тело. Оно сидело по-прежнему ровно, даже не согнувшись. Дыхание было замедленным, ум свежим и отдохнувшим. В учении Христа фигурой равнозначной Маха Акали является определение смерти, как женщины в черном, да и функции у них схожи. Впрочем, если углубиться в эту тему, то можно найти сведения об одном из аспектов Великой Матери, богине Тхумавате, хранительнице склепов, кладбищ и мест кремации. Конец 17-й главы Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok